Всем добро, с вами я, Страшчеву Про. И сегодня мой мир Майнкрафта полностью преобразился. И на месте обычного мира Майнкрафта образовались базальтовые дельты. Достаточно такой страшный биом, но теперь он находится в верхнем мире. А я каким-то образом постараюсь здесь выжить, хотя сделать это достаточно сложно. Ладно, давайте помчимся и начнем свое выживание. Кругом лава и вот эти базальтовые дельты, то есть абсолютно ничего не видно, сплошной туман, все это страшно. Но мне нужно будет каким-то образом добыть, наверное, первоначальные ресурсы, начать выживать, хотя это будет делать очень сложно. Я ладно, я иду вперед, вроде пока никаких мобов здесь не видно. И впереди, по-моему, я вижу деревню, что ли, жителей. Странная генерация деревни жителей. Интересно, жители там еще все живые или они уже сгорели? Я так поняла, что теперь вот этот биом, он полностью поглощает все обычные майнкрафтовские биомы. И то есть очень сложно будет найти, наверное, древесину. Сложно будет найти какую-то еду, животных, да и так далее. Да, и дом построить, наверное, здесь, а в Верхнем мире точно не получится. Придется уходить куда-то, наверное, под землю, что ли. Да, это деревня жителей, но, смотрите, она такая странная в плане того, что она вся горит, целиком, полностью деревня жителей горит. Жители, вы сейчас здесь все сгорите, ух-ух-ух, становится здесь очень жарко. Давайте хотя бы я заберу житель. Беги, беги отсюда, житель, житель, сбегай. Ух, везде лава, лава, все везде горит. Ух, сестра Стивопра тоже немножко подгорела. Так, мне нужна моя задача найти хотя бы что-то. Я не знаю, найти какое-то дерево. Все вообще горит, найти дерево, кровати, что-нибудь. Ой, житель, 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 дай мне кровать, дай кровать. Так, у жителей я отняла кровать. Делаю я это достаточно очень редко, но здесь сейчас нет вариантов, поэтому, ну, я не знаю, мне пришлось забрать кровать у жителя, быстренько нарубить дерево и скорее смотаться с этой деревни. Как я поняла, эта деревня уже полностью сейчас зальется лавой и здесь произойдет страшное событие. Абсолютно ничего не останется и весь мир Майнкрафта, ну, покроется, наверное, каким-то мураком. Будут везде базальтовые дельты и, конечно же, вот эта вот лава. Так, ну, интересно, я смогу здесь где-то найти еду или не смогу? Еда мне тоже, конечно же, нужна. То есть, инструменты инструментами, но без еды мне никуда нельзя. Ай, страшно, все кругом, смотрите, все вообще горит. Галя, мне кажется, тебе нужно сейчас отсюда быстренько убегать. Так, давайте я быстренько сделаю себе хотя бы верстачок и сделаю топор. И я думаю, что, наверное, вот этот вот домик жителя, пока он еще не сгорел, мне нужно быстренько его, наверное, разобрать. Хотя бы какое-то количество дерева я смогу получить. Но это не точно так, сделаю быстренько деревянную кирку. Ну, хотя бы так, я не знаю, как дальше дело пойдет. Но хотя бы вот эти вот ресурсы я сейчас смогу забрать. Давай-давай, сестра, сестиво, про... Вообще, я очень редко, даже практически нередко, вообще никогда не ломала дома жителей. Но сейчас такая ситуация, что здесь в любом случае, наверное, все сгорит. То есть, здесь без вариантов. Давайте быстренько я добуду все, что можно. А поскольку, ну, в любом случае, это все сейчас сгорит, все это разрушится. Галем, ну, мне кажется, тебе отсюда, наверное, нужно все-таки куда-то валить. И куда-то, наверное, очень далеко. Хотя я даже сама не знаю, куда даже мне отсюда сваливать. Везде, везде огонь. Ну, наверное, все-таки под землю. Потом можно будет посмотреть, интересно, под землей творится то же самое или нет. Или это только на поверхности. Просто очень-очень интересно. Так, давай, давай, сестра, сестра, быстренько забирай. Так, можно уже скрафтить каменную кирку. Ладно, хотя бы есть у меня первоначальные инструменты, первоначальные ресурсы. Сейчас быстренько еще, наверное, добудем еду и уже помчимся дальше. Думать, что мы будем делать дальше. А что будем делать дальше, я не знаю. Наверное, все-таки пока нужно ходить, добывать себе более-менее какие-то годные ресурсы. А потом уже будет видно, что дальше будем делать. Еды здесь нету. Может быть, она где-то и была. Но она, скорее всего, вся уже, вообще вся полностью, вся полностью сгорела. Хотя здесь еще есть картошечка. Ай, давай-давай, сестра, 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 забирай хотя бы, хотя бы картошечку. Хотя бы картошечку я заберу. Жалко, что она здесь не успела пожариться. А вот как раз-таки костерочек он мог бы это дело сделать. Но, к сожалению, этот костерочек ничего не делает, кроме того, что все уничтожает полностью. Так, там внизу животные. Может быть, все-таки я доберусь до этих животных благополучненько. Так, быстренько сейчас перекушу картошечкой. И залутать дома здесь, ну, наверное, вряд ли получится. Да, я, наверное, не буду этого делать. До животных я точно доберусь. Так, животные я иду к вам. Давайте, мне нужна еда. Ну, извините. В любом случае, вы здесь все сгорите. А так хоть будет какая-то польза. Что, зайдем в этот домик? Так, в этом домике ничего абсолютно нет. Ладно. То есть, вот эта вот деревня полностью сейчас вся сгорит. Как-то очень даже, очень даже печально. Так, хотя здесь, смотрите, ну, хотя бы есть штанишки. Так, штанишки меня, конечно же, не спасут. Ну, они же просто обычные. Ну, хотя бы, хотя бы, хотя бы что-то. Быстренько забираем еще дерево. То есть, на максималку нам нужно дерево. Ну, и, конечно же, тоже я возьму булыжника. Может быть, пригодится. Не знаю, сколько я буду выживать. И смогу ли я вообще нормально выжить. Реально. Друзья, это очень сложное трешевое такое выживание. Так, страсти упро. Ну, ты давай, давай, давай. Быстренько, быстренько забирай все. И нужно уже, мне кажется, отсюда уже нужно вот прям быстро убегать. Быстро убегать. Реально, реально уже быстро убегать. Ух, 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 ух. Подгораю, подгораю, подгораю. Я капитально подгораю. Так, так. Одно сердечко у меня осталось. Поэтому здесь уже оставаться, наверное, все-таки небезопасно. Поэтому давайте, давайте уже быстренько отсюда будем уходить. Я не знаю, куда я буду двигаться дальше, но в любом случае куда-то мне придется двигаться. Ух, становится очень страшно. Слушайте, ну вот реально просто вся деревня полностью поглощается вот этим вот огнем. Сейчас пойдем вперед, посмотрим, что там впереди. Я так поняла, моя пока задача первоначально просто аккуратно везде ходить и аккуратно как бы собирать ресурсы. А потом, возможно, можно углубиться под землю и посмотреть, что же там будет под землей. Так, нет, здесь я уже рисковать не буду. Разбирать я этот домик явно не буду. Уже здесь становится небезопасно. Аккуратно, аккуратно, сестра Стёпро. Так, здесь, конечно же, уже тоже все полностью горит. Но в этом домике ничего годного в любом случае нет. Ну а сюда заглянем. Так, здесь, по-моему, я уже была, может быть, не была. Ладно, все, я бегу вперед. И хотя бы у меня теперь есть кирка. Я могу каким-то образом ставить хотя бы перед собой блоки. И уже будет пробираться, ну, более-менее как-то безопасно. Так, наступает уже ночь. Смотрите, как все быстро. Быстро все происходит. Уже наступает ночь. И мне нужно будет где-то уже, наверное, обосноваться, чтобы, ну, нормально можно было поспать. Пожалуй, где-то сейчас я, может быть, наверх убегу. Хорошо, что здесь нет этих адских мобов. Хотя, может быть, с наступлением ночи они как раз-таки и появятся. Поэтому давайте я сейчас установлю здесь где-нибудь кровать. И уже потихонечку, наверное, все-таки мы поспим. А там уже утро вечера мудренее. Пройдем дальше и посмотрим, что же, интересно, еще можно будет здесь найти. Так, забирай-забирай кровать, страсти у про. Ну что, пойдем, наверное, куда-то вот туда вперед. Хотя я там абсолютно ничего годного не вижу. Вот просто сплошная лава и больше ничего нету. Ладно, тем не менее, сейчас будем добывать впереди блоки. Ну и как-то уже, ладно, уже станет все-таки полегче. Какие-то первоначальные ресурсы у меня есть. Так, страсти у про, ты так все еще и не наелась. Да, еды бы, конечно, был бы побольше, был бы вообще замечательно. В общем, друзьяшки, вот такое вот трешовое, конечно же, выживание. Но я думаю, что многим вам это понравится. Поэтому повыживайте, а потом напишите мне в комментариях по данным видео, как вообще вам подобное выживание заходит или нет, или такое себе. Ну, мне кажется, очень интересное выживание. Интересно вот так вот походить, что-то подобывать и вообще проверить свои силы, можно ли здесь вообще что-то развиться, каким-то образом вообще выжить. Реально ли это или, ну, это такое себе. Давайте я сейчас заползу вот на эту огромную гору. Хочу посмотреть, что тут еще рядом есть. Ух, как я боюсь подгореть, потому что с костром я не очень как-то дружна. Обычно всегда я на костре подгораю, поэтому, ну, очень-очень аккуратно, очень аккуратно, страсти у про. Буду ставить блоки и аккуратно перебираться. Давайте осмотримся. А, впереди, смотрите, впереди я вижу лес, да, впереди там деревья. Ну, тоже неплохо, значит, там что-то есть такое, ну, более-менее годное. В общем, вот таким вот образом, друзьяшки, можно будет перебираться и как-то, наверное, задача добыть сначала ресурсы, а потом уже подумать, куда можно идти дальше. Я так думаю, что, наверное, все-таки под землей более-менее безопасно. И, скорее всего, наверное, нужно будет уходить под землю, добыть огромное количество саженцев и уже под землей как бы вот вести свое развитие. Вот такое сегодня у меня первоначальное выживание в базальтовых дельтах состоялось. Друзьяшки, и продолжение данного выживания состоится, и оно возможно, если будет активность под этим видео. Если вы захотите продолжение, то напишите мне в комментарии по данным видео. А на сегодня это все. Всем удачи и всем пока-пока-пока-пока!